Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Футбольное обозрение и я Евгений Монрахович. В этот дождливый октябрьский, ну, погожий денек, наша команда встречается с футбольным клубом «Слузск». Надеемся, будет победа! Но прежде чем рассказать о матче 25-го тура, перенесемся на этот же стадион «Юность» только в четверг, 12 октября, когда в футбольном клубе «Славия Мозырь» состоялось открытие комплекса, включающего в себя раздевалку, медицинские массажные кабинеты, душевую баню, бассейн прачечную. Причем сразу, начиная с коридора комплекса, чувствуешь, что ты попал на территорию футбольного клуба «Славия Мозырь», где все дышит историей, где чут традиции и рады каждому настоящему болельщику футбола, поклоннику «Славии Мозырь». Комплекс открывали в торжественной обстановке. Были произнесены положенные в таких случаях напутственные речи, а после – председатель попечительского совета футбольного клуба «Славия Мозырь» и его главный тренер перерезали красную ленточку на входе в комплекс. И команда с большим интересом стала знакомиться с комплексом, изучать его особенности. Александр Котлеров тут же испробовал массажный стол. Доктор принял первого посетителя в своем кабинете, а раздевалку игроки успели полюбить, кажется, с первого взгляда. Очень хорошо. Very, very good. Бесспорно можно считать, что это развитие клуба. Ощущение, знаете, такое, что как будто не был год или два просто дома, и вот тут вернулся на родные пенаты. Сейчас тоже самое ощутил. Очень приятно, очень красочно. Это видно, что к ребятам и ко всей команде отнеслись с пониманием. Вы сами можете увидеть, какая здесь красота, фотки. Это чисто наши цвета, наш антураж клубный. Очень, очень всем приятно. Вслед за вице-капитаном настала очередь и капитана нашей главной, профессиональной команды Дениса Ковалевского, который охотно поделился своими впечатлениями. Все, в принципе, нравится. Все это сделано по высшему разряду. Я думаю, что, что было раньше и сейчас, конечно, в той раздевалке чувствовалось еще дух МПКЦ, когда были победные годы. И они тогда здесь сидели, переодевались. Сейчас мы переодевались. Сейчас что-то решили новое внести именно для команды. Конечно, это не прямо грандиозное событие, но приятно, конечно. Кроме главной команды, по мере возможности, этим комплексом будут пользоваться и юношеские команды футбольного клуба «Славия Мозырь». Это огромный шаг вперед. Великолепная раздевалка, прекраснейшие просто условия. Я думаю, что не только главная команда, но и наши молодежные команды будут и есть в восторге от того, что на самом деле здесь сейчас произошло. И к вершинам мы однозначно будем подниматься. Для Виталия Петровича Павлова, генерального директора Мозырского нефтеперерабатывающего завода и председателя Попечительского совета клуба, осмотр комплекса связан с ностальгическими воспоминаниями. Особенно посещение раздевалки, где на самом видном месте красовалось после матчевой фотографии Минского «Динамо» и того славного Мозырского полесья, где капитанствовал нынешний директор «Славия Мозырь» Андрей Григорьевич Василец, одним из лучших полузащитников был сам Виталий Петрович Павлов. Да, это определенное, пускай небольшое, но событие в жизни клуба. Все-таки вот таких условий не было, их не хватало. И вот мы поставили задачу для себя создать, именно создать определенные условия, достаточно современные, чтобы и молодежь, дети воспитывались именно уже на хороших примерах. И, соответственно, и для взрослой команды, для основной команды это такой стимул для дальнейшего развития. Это такой маленький элемент развития инфраструктуры, дальше нужно развивать, дальше нужно двигаться вперед с точки зрения создания тренировочной базы, тренировочных полей. Здесь создан какой-то небольшой, но восстановительный такой центр, будем так говорить, бытовой. Но еще важно создать именно тренировочные условия, и вот к этому нужно нам стремиться. Заместитель попечительского совета футбольного клуба «Славия Мозырь» Александр Иванович Зборовский уже много лет в центре жизни мозырского футбола. И застав те славные времена, когда главная команда столицы Полесья возглавляла, и республиканский реестр клубного футбола ООН, Александр Иванович, мечтает, чтобы уже «Славия Мозырь» вернула болельщикам ту радость и гордость, что они испытывали. Наверное, это все же исторически, что футбольный клуб МПКЦ, теперь «Славия», она заслужила для того, чтобы работать в достойных условиях. И это, конечно, добрая память и тех людей, которые начинали футбол в городе, это здесь можно и, конечно же, вспомнить Ивана Даниловича Замулка, с которого весь футбол этот начинался. Но для того, чтобы показывать достойный результат, то, конечно, необходимо, чтобы создать и достойные условия. Поэтому и попечительский совет руководства клуба думаем о том, чтобы создать эти условия для ребят, для того, чтобы, конечно же, потом можно было где-то из них больше потребовать для лучших результатов. Большую поддержку клубу в появлении этого комплекса оказало предприятие «Партнер ИК» во главе с его директором, настоящим футбольным болельщиком со стажем Николаем Дмитриевичем Красюком. Если считать себя болельщиком, то я был и фанатом, и остаюсь фанатом клуба. Когда-то я с клубом МПКЦ побывал и в Исландии, и в Израиле, и в Греции. Ездил, болел, переживал и остаюсь по сей день. Ну а что касается строительства, то да, есть результат и на сегодня получился хороший комплекс, оздоровительный, что требуется сегодня для футболистов. Ну, для того, чтобы было так сделано, как сделано, чтобы так и играли, как красиво. Ну что же, пожелаем нашей главной команде красивой игры, высокого результата, а всему футбольному клубу «Славия Мозри», который стал неотъемлемой частью жизни спортивных болельщиков в столице Полесия, дальнейшего развития и совершенствования. 25-й тур Беларусьбанк чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2017 года. Среди команд высшей лиги для нашей «Славии Мозри» проходил на родном и любимом стадионе «Юность». И на этот раз, кроме непосредственно футбола и привычного предматчевого антуража, болельщика ждала полевая кухня с вкуснейшим блюдом – гречневая каша с мясом и горячий чай. Вкусно, укрепляет всех. Ну, им победы, славею, конечно, ну, чтобы они выиграли сегодня. И каша очень вкусная, полезная. Рядом с вкусной и полезной кашей мы встретили Атара Джавашвили, нашего замечательного левого защитника, который из-за перебора желтых карточек на сим поединке присутствовал в роли зрителя. Конечно, я переживаю, потому что я очень хотел играть. Я сейчас буду как болельщик сегодня. Кстати, в сентябре Атар был признан лучшим игроком Славей Мозырь. И подобное признание – ценно ли для футболиста? Важно ли? Приятен ли сей факт? Конечно, это для футболиста очень важно, потому что это, как это сказать, придет сила. А в Минске я думаю, что я буду играть и буду готов. В том, что 26-й тур, который наша команда проведет в Минске поединком с местным «Динамо», пройдет при активнейшем участии Атара, мы не сомневаемся. Надеемся, будут активные его товарищи по клубу, которые оправляются от травм, их последствий и победа в предваряющем матч главной команды поединка дублеров Славей Мозырь на Слуцком 3-1 тому подтверждение. За команду Михаила Алексеевича Мартиновича играло немало опытных игроков, и после гола Ильинича Паренко два гола забили именно представители главной команды – Денис Ковалевский и Бруно Мелисси. Но вернемся к 15 октября и матчу главной команды футбольного клуба Славия Мозырь – Слуцк, которые представители столицы Полесья начали в следующем составе. Родион Симук, Павел Челядко, Александр Котлеров, Олег Страханович, Игорь Костров, Николай Зинько, Максим Павловец, его тезка Шила, Беран Дой, капитан команды Александр Раевский и Глеб Шевченко. Несмотря на то, что команды находятся на разных полюсах турнира на таблице перенства, в матче ожидалась упорная борьба, и сразу отметим, что так оно и получилось. С первых минуты Славия Мозырь и Слуцк старались опасно атаковать. И вот одна из опасных атак, когда после подачи штрафного удара Олегом Страхановичем король в воздух оберандой бил головой в створ в рот, но не очень сильно. Случайне в свою очередь отвечали, причем весьма опасно, но гола не было. Не было гола до восьмой минуты матча, до тех пор, пока не развилась правым флангом атака гостей. И после прострела Ибрагима Кони Родион Симук пытался отразить угрозу от своих ворот, но мяч от руки нашего голкипера отлетел неудачно для Славии Мозырь. И именинник Евгений Шикавко открыл счет в этой встрече. 0-1 уже в самом начале игры. Славия Мозырь выступила в роли отыгрывающейся команды. К нашему большому сожалению. Вскоре Славия Мозырь могла сравнять счет. После практически идентичного розыгрыша штрафного удара, подобного тому, что был в начале матча, опять подавал Олег Страханович и снова бил головой Берандой. К сожалению, все с тем же результатом гола не было. Приятно отметить болельщиков обеих команд на протяжении всего матча, активно поддерживающих свои любимые клубы. Это важно, это ценно, это вдохновляет футболистов на подвиги, которые они пытались сотворить. И вот очередной эпизод. Максим Павловец отразил угрозу от собственных ворот. Второй мяч в данной ситуации был бы подобен смерти или крушению всех надежд. А вот мяч, забитый в ворота соперника Славии Мозырь, казался весьма кстати. Однако, даже находясь на выгодных позициях, наши футболисты не всегда использовали свой шанс. Или, скажем точнее, в первом тайме Мозыряне и вовсе не использовали ни один из своих голевых шансов. И вместе с тем, хозяева поля не позволили сопернику еще раз поразить свои ворота. Хотя возможности Слуцк для этого имел. Как имела возможности и наша команда. Но меч настойчиво летел мимо ворот. Кстати, преимущество в матче постепенно стало переходить к Славии Мозырь. Она била по воротам соперника. Впрочем, иногда удары блокировали собственные игроки. И тот же Берандой не мог скрыть порой досаду от упущенных возможностей. Гол назревал, но не созревал. Тайм так и закончился со счетом 0-1. Но, не глядя на то, что в этой встрече только раз зрители увидели гол, игра смотрелась. И после перерыва болельщики с нетерпением ждали продолжения этого спортивного зрелища. И, конечно же, ответного гола своей любимой Славии Мозырь. В составе которой в перерыве произошла одна замена. Место Николая Зинько на поле занял Денис Тропашко. На 48-й минуте Александр Былинов жестко сыграл против нашего капитана. За что Случанин получил желтую карточку. А Саша Раевский, оправившись от повреждения, ответил обидчику наилучшим способом на 59-й минуте матча. Но мы забежали вперед, ведь первый гол ворота Слуцка случился ранее. Его забил Денис Тропашко, однако взятия ворот засчитано не было. Перед пасом Олега Страхановича мяч вышел за лицевую линию. Но ничего, как гласит старинная футбольная мудрость, если мяч единожды побывал в воротах, то он, мяч, в этих воротах побывает еще раз. Что и произошло на 59-й минуте матча, когда после штрафного удара в исполнении Игоря Кострова мяч заметался по вратарской зоне Слуцка. И растроп не всех. Оказался наш капитан, 88-й номер Славы Мозри, воспитанник полевского футбола Александр Раевский. 1-1. И это был совсем уже другой калинкор. Наша команда сравняла счет. В одном из эпизодов получил повреждение Павел Челядко. И хоть наш третий номер продолжил матч, на 69-й минуте его заменил Вадим Курлович. Но чуть ранее этой замены мог отличиться Денис Тропашко. После хорошего паса Саша Котлерова, однако, не везет нашим нападающим. Никак они не могут поразить ворота соперника. Вот, кстати, выход на поле Саши Курловича. А это замена Дмитрия Юсова на Артема Гуренко, которому суждено будет сыграть ключевую роль в данном спортивном поединке. Желтая карточка Максиму Шила нашему игроку, который недозволенным приемом прервал атаку соперника. Тут же наша команда провела третью замену. Ушел Олег Страханович, пришел Максим Слюсар. Ну, а это спасение Родионом Симуком собственных ворот в одной из атак Слуцка. Угроза была ликвидирована, и матч с окончанием своего основного времени переходил в аншпиль. Никто не хотел уступать, однако и Славия Мозырь, и Слуцк желали иметь итогом всего противостояния три очка, а не одно. То есть нужна была победа. И вот шанс принести ее своей команде имел Максим Слюсар, но мяч не попал в створ в ворот. Хотя какой был момент у нашего украинского нападающего? Последующего главой тоже дивидендов не принес. Гола не случилось. Ворота гостей. Еще момент. Эх, как жаль, что счастье отвернулось те минуты от нашей команды. А может, мастерству было недостаточным, дабы в такой ситуации поразить ворота. Но, как бы то ни было, счет остался прежним. 1-1 до 94-й минуты матча. До тех пор, пока хорошо знакомый нам Сергей Щегрикович не подал штрафной. А после небольшой сумятицы Артем Гуренко ловко нанес удар левой ногой. И есть третий гол в этой встрече. Гол, который поверг в шок почти всех болельщиков на стадионе «Юность». Гол, установивший окончательный счет в этой игре. 1-2. После матча футболисты обеих команд поблагодарили своих болельщиков. Эмоции гостей, конечно, были ярче по понятным причинам. Ну, а после игры традиционная пресс-конференция, которую начал наставник команды гостей Виталий Геннадьевич Палов. Результатом доволен игрой. Не совсем, потому что во втором тайме полностью не хотел было у соперника. Начал делать замену. Просил ребят еще перерывов. Потому что уже после того забитого мяча, наверное, некоторые футболисты успокоились. Команда соперника начала больше играть через длинные передачи, синговать. У них начали появляться моменты. В команде у нас не было лидера, который хотя бы мог бы успокоить игру. Я очень любят просил с самого начала-начала атаки. Но во втором тайме вообще игра разладилась. Особенно в опорных полузащитников. Хотел немножко замену не встряхнуть, но те, кто на замену вышел, единственное, как Гуренко, наверное, нам в конце. Вот этот момент, который мы забили, наверное. Вот. А так я не очень доволен вторым таймом. Но, наверное, скорее всего, по игре больше мы, наверное, победы не заслуживали. Наверное, ничейный результат – это был бы, наверное, самый оптимальный вариант в сегодняшний. Ну, футбол такой, я еще раз жду. Так сложилось, что выигрывает кто-то, кто исполняет. Сегодня ведь из поперника были моменты, они свои моменты не использовали. Но у нас в конце нам повезло, мы забили свой мяч. После комментарий нашего главного тренера Юрия Иосифовича Пунктуса. Игра не самая худшая. Не хочу сказать, что когда проиграешь, я доволен игрой, но не расстроен игрой. Результатом расстроен, он несправедлив. Наверное, справедливый результат и хороший был бы для Слузка. Ничья для нас, я считаю, что должна была быть победа, если быть объективным и смотреть правде в глаза. Но для того, чтобы побеждать, надо забивать, чтобы забивать, надо мастерство. А мастерства, в общем-то, и не хватает. Так, трудимся, двигаемся, бьемся, ошибаемся много. Футбол без этого не может быть. И он был бы неинтересен, но чтобы выиграть, надо забивать. Кроме нашего матча, 25-й тур принес следующие результаты. Гродинский Неман обыграл со счетом 2-1 Городею. И Слачкурумкачи 1-1. Шахтер Солигорск дома уступил Минскому Динамо. Наверное, это ключевой матч тура. Минск-Нафтан 2-2. Динамо Борис со счетом 3-0 обыграла Могилевский Днепр. Борисовский Батэ уверенно, но со счетом 3-1 обыграл дома Витебск. Гомель Торпеда Белас 0-1. После этого турнирная таблица приняла следующий вид. По-прежнему впереди Солигорский шахтер. Однако только на одну очко от него отстает Минская Динамо, от которого тоже на одну очко отстает Борисовский Батэ. За пять туров до финиша борьба за призовые места, а страх как никогда. Наша Славия Мозырь находится на 14-м месте. Но, надеемся, пока на 14-м. И уже на этой неделе 26-й тур Беларусь-Банк чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2017 года среди команд высшей лиги. И в нем встречаются. В пятницу 20 октября минские кромкачи принимают Городею. Днем позже Нафтаново-Полоцк, Динамо-Брест, Неман-Гродно-Гомель. В воскресенье 22 октября Слуцк-Ислыч, Витебск-Шахтер-Солигорск. В понедельник тоже есть матчи. Днепр-Могилев встречается с Борисовским Батэ. А Торпеда-Белас-Жодина с Минском. И еще раз возвращаемся в воскресенье 22 октября. В Минске на стадионе трактор в 14 часов Динамо-Минск принимает нашу Славию-Мозырь. Днем ранее играют дублеры на стадионе БГПУ Штонна-Сенецкая, 55 район аэропорта Минск-1. Начало этого матча в 13.00. В завершении результаты матча юношеский команд футбольного клуба Славия-Мозырь. Команда 2000 года рождения со счета 0-3 уступила дома столичному Торпедо. Славия-Мозырь 2001 года рождения уступила тому же Минскому Торпедо, но со счетом 1-2 и в гостях. Гол в нашей команде забил Владислав Торчик. Славия-Мозырь 2002, введя 2-0 за 10 минут до конца гостевого матча в Минске, с командой футбольная школа Мурашкова умудрилась уступить 2-3. Один гол в составе нашей команды забил Станислав Филипчик. И один раз минчане забили своего рота сами. Наконец, команда 2003 года рождения в Речице со счетом 1-4 и уступила местному спутнику. Гол у нас забил Денис Суханицкий. Таким образом, на прошлой неделе только дублирующая команда может похвастаться победой. Но наступила новая неделя. Грядут очередные матчи. Те же юниоры команда 2000 года рождения сыграет 22 октября на выезде с Торпедо БелАЗ. 21 октября в субботу на стадионе Полесья в Козинках. Команда 2001 года рождения примет тоже Жодинска Торпедо БелАЗ в 13.00. А сразу после этой игры в 15.00 будут соперничать те же клубы, но только команды 2002 года рождения. В понедельник 23 октября в 13.00 на стадионе Спартак начнется матч команд 2003 года рождения, но на этот раз Славия Мозырь будет принимать гомельчан. И отметив, что у команд 2000 и 2001 годового рождения последние матчи перенства, в 2017 году завершается первый круг. Пожелаем удачной недели всем командам футбольного клуба Славия Мозырь и болельщикам, которые, надеемся, не применут поддержать любимые футбольные дружины как на домашних матчах, так и в гостях. Ну что ж, дорогие друзья, наша команда уступила. К сожалению, поражение было обидное, впрочем, разве бывают поражения не обидные. Но игра позволяет надеяться, что в этом сезоне болельщики, в том числе и на стадионе Юность, познают радость победы. Будем надеяться. И мы, дорогие друзья, с вами был Футбольное обозрение Евгений Монархович и Олег Фиснер. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok